Итак, приветствую на моём канале. Сегодня у нас на обзоре герой Телесея. Я уже делал предварительный обзор, скажем так, усмотр этого героя. И сегодня настало время поговорить поподробнее, поскольку этот герой, данный герой, данная героиня, помогла пройти мне войны фракции отступников. Герой, в принципе, интересен, но некоторые слабые стороны также имеются. И сегодня мы их затронем, поговорим про них, посмотрим. Это эпические герои класса атаки, стихия, сила, фракция, повторюсь, у нас отступники. И, в общем-то, по навыкам, при первом взгляде, многие, скажем, гайдоделы тоже забыли упомянуть некоторую механику работы вот этого навыка. Туман безумия, первый навык. Атака по врагу с вероятностью 50% накладывает рассеивание штрафов, при котором один случайный штраф при цели переносится на всех противников под действием порчи. Но рассеивание штрафов не работает, несовместимо с эффектами контроля. Соответственно, мы не можем переносить стан, провокацию и так далее. Только слабости, яды, всякую такую ерунду, типа штрафа атаки защиты, но они, как правило, и так массовые. Поэтому это рассеивание штрафов, это навык, который, в общем-то, казался интересным, возможность это в сумме с этой пассивкой, которая накладывает порчу под героем, под штрафом защиты, казалось, в общем-то, ультимативная механика в какой-то мере не прошла проверку временем и оказалась, по сути, пшиком. Это рассчитано на длительные затяжные бои, где вы там будете что-то носить, переносить. На арене этим никто заниматься не будет. Вы, если с первого, со второго хода максимум не победили, в вашей команде г-гэ, вас гункнули, и, в общем-то, вы ничего уже сделать не сможете. Как видим, здесь итака на арене. И, хорошая оценка, но воины фракции все-таки доминируют. Для меня этот герой интересен тем, что он отлично, вот в моем случае, залетел, зашел в воины фракции. И второй навык, это атака по врагам. Продлевать действие всех штрафов на врагах на один ход. Да, это классно. При заточке книгами плюс 20% урона, что я, в общем-то, и сделал. Ну, смотрите, меланхолия, это у нас штраф защиты, также точится на урон. Перезарядка комфортная, 3 хода. Здесь 3 хода, можно, в общем-то, играть. И скорбный пир атакует врагов под действием штрафа защиты. С вероятностью 50% накладывают поршу. Мы здесь с вероятностью накладываем эту поршу, а тут с вероятностью переносим. И это настолько неочевидное, неудобное и сложное в применении механики, что, скорее всего, какие-то простенькие режимы 12-й, 13-й этажи каких-нибудь драконов, там, роковые башни обычные, все вот эти вот режимы, всякие цитадели, минотавры, в это все будете очень быстро пролетать. И вот этот вот первый навык в сумме с этой пассивкой, они мне особо-то и нужны. Да, приятно, две масухи с комфортным КД. Недавно ввели в такую механику, как дары. Это мы усиляем уже красными звездами, будем красить героев, тут их открывать, развивать, пробуждать. И вот что здесь можно взять. Я бы, наверное, взял бессердечие. Вот желательно хотя бы на 3-4 звезды. 4 звезды это здоровье плюс 1000 единиц, это урон плюс 20%. Здесь атака, защита цели для героев, для боссов. Но, соответственно, здесь мы не можем взять, потому что для легендарок. И тем самым игра нам намекает, что сейчас эпики качаются до 60-го уровня, даже и редких героев вы можете качать до 60-го уровня. Можете брать таланты, про них мы еще поговорим. Можете вливать книги куда хотите, там большой зал. Но вот эта механика даров, она не работает на максимум, если у вас не легендарка. Вы не можете последнюю строку нигде взять, а не только для легендарных героев, только для легендарных героев. Таким образом, некоторые эпики, ну этот эпик еще неплохой, но есть эпики и более слабые, которых, в общем-то, игра, разработчики, ну, явно отодвигают на второй план. Повторюсь, вот этот навык, он не особо нам помогает. Если бы здесь была слабость на два хода, это было бы интереснее. Если бы дальше был, там, штраф, например, атаки в одну цель, даже там не со стопроцентным шансом, это все равно было бы интереснее. Даже тот же штраф меткости, он был бы интересен в какой-то мере. По талантам, смотрите, я планирую выйти на Крушитель Шлемов. У меня Телесия сейчас ходит в Войны Фракции. Это не основной у меня герой. В общем-то, здесь я какого-то смысла что-то брать уже и не вижу, кроме книжечки. Можно, например, взять Круговорот Ярости, если здесь взять Смертельный Вихрь. Увеличимся чуть-чуть скорости. И просто здесь особо не тратим очки, и сразу улетаем сюда. Если что-то останется, можно взять Волшебный Вихрь. Можно вот таким образом, да, Круговорот Ярости, я говорил, для сокращения, потом выйти вот так. И вот сюда в Роковый Кураж. В общем-то, герой играбельный, но на арену, смотрите, мне больше нравится Заргала. У Заргалы база скорости выше. У Заргалы также есть штраф защиты, все. Есть КД такой же самый, есть Тавра Меткости. И здесь Заргала накладывает слабость. Да, на один ход это не совсем удобно, но если Заргала с большой скоростью ходит, например, на дракона в начале хода, то все герои, которые по контратаке, по совместной атаке, они пойдут и ударят уже нормально через слабость. Да, хотелось бы на два хода, может быть, шанс выше. Но вот имеем то, что имеем. И у Заргала есть вот такой имбанутый навык. Это атака по врагу, если цель погибает, активирует навык разлом брони. А разлом брони это массуха. Так что Заргала мне в какой-то мере больше понравилась. Я ей чаще играю, я ей больше играю. У нее чуть лучше скорость и как-то вот, по моим впечатлениям, вроде даже атака. Ну, может быть, чуть-чуть, но выше. Хотя база атаки у Телесии выше. Может быть, оно одно на одно и выходит. Ну, у Телесии вроде как защита больше. У Заргала вообще защита слабенькая. Но, повторюсь, база скорости, что 3 единицы, мне понравилась больше. Если чисто как разломщик на арену, есть, например, еще такой вариант, как Тхукшипаста. У него скорость 97, это мало. Таро вообще старый герой, у него всего лишь 95 базы. Уга, например, мне тоже нравится. Но Уга вообще хороший герой. Уга кидает штраф защиты и блок бонусов. Что на арене более предпочтительно, если вы хотите чисто ради штрафов. Потому, по моему мнению, Телесия это не аренный герой. Или не столько аренный, сколько для Роковая башня. По делению на эпических героев, по разделению на класс атаки, по фракциям и по стихиям. Соответственно, в Роковой башне ее можно будет много куда протянуть. И смотрите, что еще у нее. Это войны фракций. Потому, что здесь, например, оценка Цитадель Духа. Потому, что она по цвету не подходит. Защита на арене. Но, защита на арене, на самом деле, это можно исправить. Сейчас вы можете настроить автобой. Цитадель Магии. Ну, хотя Цитадель Магии, на самом деле, это и не особо интересно. Это только если вы будете рассеивать штрафы блоков бонусов, которые не будут давать, повесить Цитадель Магии щит. Но, если вы ее не тянете, то вы ее не тянете. Если вы пройдете, то вы ее достаточно быстро и так закройте. Потому, что Телесе, вот в моем случае, оказалось не более, чем герой на войны фракции. Сейчас я приложу скрин, где вы можете это все посмотреть, обсудить. Время не рекордное. Но, тем не менее, были даже герои 50 уровня в команде. Тем не менее, Телесе справилась. Ну, с помощью, конечно, Драхи всесильной она воскрешала. Страхолюд накладывает щиты. Также у Страхолюда есть щит союзника. В общем-то, Телесея герой не идеальный, но вполне игрательный. Такое было мое мнение. Всем пока.